На первый взгляд все просто. Нужно провести несколько исследований, придерживаться составленного плана и быть готовым к командной работе. Однако на самом деле выйти на новые рынки не так просто. Нас никто не ждет и не приглашает. Именно с этих слов началась сегодня встреча представителей министерства и предпринимателей. Эстонскую продукцию действительно не ждут ни в одной стране мира, хотя бы потому, что многие народы с ней даже не знакомы. Руководитель Союза предприятий пищевой продукции говорит, что перед выходом на новый рынок всегда нужно проводить исследования предпочтений потребителей. Ведь продукция в том виде, в котором она нравится эстоноземельцам, может не совпасть со вкусом тамошнего населения. У нас действительно хорошая продукция, но цена не очень-то низкая. И наши продукции вот именно вроде бы на премиум уровне. И это дает, что и дает предприятиям возможности попросить от продукции высшую цену, что очень важно для предприятий. И в том числе наши предприятия занимаются все время с этим, что постараются понизить саму себестоимость продукции, чтобы найти и чтобы выйти в новых рынках. То есть мы должны отчитывать это, что мы не можем продать это, что мы любим. Нам надо знать, что вот именно любят потребители конкретного страны. Если мы знаем, какие предпочтения конкретного потребителя, тогда уже мы можем подумать об этом, какие продукции мы делаем, в каком именно, например, какое будет имя бренда. Выходящим на новые рынки предприятиям важна и государственная поддержка. Согласно проведенному среди фирм опросу, больше половины хотело бы получить от государства одобрение в связи с открытием новых рынков и поддержку, в том числе и материальную, для инвестиций в новые технологии изучения рынков. По мнению специалистов, говорить о важности экспорта необходимо уже с младших классов школы. В первую очередь предприятия ожидают от государства такого позитивного фона Эстонии. То есть мы должны через наши посольства поговорить об этом. Эстония действительно маленькая и очень аккуратная страна. И это не только слова премьер-министра, а это действительно так, что по статистике у Эстонии есть очень-очень хорошие цифры насчет экономики. И это очень важно. И другой такой вид, что предприятия хочут видеть, это действительно уже поддержки для конкретных действований, чтобы они могли бы войти в экспортный рынок. Предприятия должны научиться продавать свой товар. Для успешного экспорта продукции, по мнению предпринимателей, имеющих опыт работы на зарубежных рынках, необходимо сделать пять шагов. Начать нужно с качества. Она должна быть выше, чем у конкурентов. Далее цена не просто низкая, но соответствующая качеству и доступная. Мало кто сейчас говорит об упаковке, но это тоже важная составляющая. Запоминающаяся, приметная, приятная глазу и информативная. И, конечно же, активный маркетинг, продвижение товара на новые рынки. Однако и от старых, уже изученных рынков отказываться было бы опрометчиво. Поэтому сейчас одной из важнейших задач является восстановление экспорта молока и рыбы в Россию, которая с 9 января ввела запрет на ввоз продукции девяти эстонских предприятий в полном объеме. На что уйдет десятки тысяч евро. Потеря российского рынка может сильно ударить по отечественной экономике. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.